Здравствуйте, дорогие любители шахмат! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов. Я комментирую для вас матч на первенстве мира. Сегодня, 28 апреля, состоялась четвертая партия, в которой убедительную победу одержал чемпион мира Виши Анам. Он действовал, как говорится, как в лучшие годы, хотя не исключено, что лучшие годы у него именно сейчас, несмотря на то, что ему уже 40 лет. Как видно, для него это не возраст, и он чувствует себя полным сил и энергии. Действительно, играл сегодня, как молодой горячий атакер и в блестящем стиле совершенно одержал победу. Партия произвела очень большое впечатление даже на видавшего виды меня. Давайте посмотрим, как это произошло. Итак, как и ожидалось, Анант продолжил бить в больную точку Топалова, то есть сыграл Д4 и пошел к каталонскому началу. Я, честно говоря, все-таки была у меня мысль, что Топалов свернет, и что все-таки он на какое-то время каталонской Ермос себя сбросит. Но, видимо, в штабе болгарского шахматиста посчитали поражение во второй партии досадной случайностью. Решили, что там все хорошо, но, как видите, во второй раз получилась, в общем-то, неприятность большая. Итак, ну на этот раз Веселин ушел с гибельной тропы. Вот в этот момент в первой партии было, точнее сказать, во второй партии, я имею в виду первую партию черную, было сыграно А6. Вот, видимо, этот вариант сдан на лечение Чапаринову и компании. А сейчас выбор был сделан в пользу хода слон Б4. Этот вариант достаточно модный в наше время. Играют опять черные. Таким образом борются за пространство на ферзевом фланге и, разумеется, развиваются. Сыграно ферзь С2. Ход достаточно логичный. Белые первым делом берут под пицел пешку С4. Если им удастся отыграть эту пешку и сохранить пространственный перевес, то будет у них получше. Черные берут на Д2. Вот это очень тонкий момент. Здесь сейчас популярно взятие ферзем. Так, собственно, и сыграл Виши. На конь БД2 черные могут смело сыграть Б5, защитить эту пешку. Вот кажется, что, конечно, по большой диагонали белые могут развить сильное давление, но это не так просто. Например, на конь Е5 черные играют, конь Д5 перекрывают диагональ. И вот здесь уже грубая ошибка и стало бы ход Е4 ввиду нападения на ферзя. Видите, что ферзь на С2 имеет свои минусы. И ферзь бьет Д4. Такая простенькая комбинация с выигрышем пешки. На взятие следует Ю5. А Виши сыграл ферзь, бьет Д2. Теперь белые на одно мгновение упускают из виду пешку С4. Но при этом сохраняют возможность развить конец Б1 на более перспективные поля. На С3, может быть, на А3, как мы сейчас увидим. Итак, С6. Самое принципиальное. Черные все-таки держатся за свою добычу. Отцепились зубами и не отдают. Теперь, как известно в теории, если сразу сыграть конь Е5, кажется, что ход ведет к явному перевесу белых. Потому что пешка С4 вроде бы падает. Но на самом деле она не падает. А оставляет падать свою подругу на С6. Вот здесь есть волшебный ход ферзь С7. Кажется, что, конечно, позиция черных опасная. Но, вы знаете, ни одного действительно смертельного отсколка у коня нет. Черные прекрасно развиваются. И даже на ферзьевом фланге у них получаются некоторые преимущества. Поэтому после хода С6 Виши сыграл А4. Ход достаточно полезный. Он просто пытается ограничить черных. Но это не получается. Черные все-таки играют Б5. И вот здесь последовала новинка. Конь А3. Собственно, ход настолько логичный, потому что конь создает большое напряжение на ферзьевом фланге. Играть Б4 или тем более брать на А4, конечно, черным не выгодно. Но, видимо, все были под впечатлением предыдущих партий в исполнении Крамника, как правило. Именно Владимир Крамник здесь является главным апологетом за белых. Он продвигает вариант. И раньше здесь изучалось взятие на Б5. Взятие на Б5. И после размена ферзь Ж5. Такой двойной удар на Ж7 и на Б5. Это считалось основным направлением развития теории. Вероятно, ему и посвятил свою подготовку Топалов. И современная практика показывает, что черный здесь все-таки держится. А после хода коня А3 он надолго задумался. И стало ясно, что Ананду удалось его все-таки немножко подловить. Хотя нельзя назвать это каким-то смертельным. Действительно, вариантом, вот скажем, как в первой партии, где черные попали просто подматывая атаку. Здесь суть в другом. У белых просто очень сильное давление за пешку. Топалов решил проявить похвальную жадность. Сыграл слон Д7. Ход, конечно, смотрится некрасиво. Но не торопитесь осуждать болгарского гроссмейстера. В конце концов, черные именно для того это все и сделали, чтобы удержать пешку. То есть здесь борьба духа против материи. Итак, белые сыграли конь Е5. Здесь уже двойной удар на Ж5 не получается. В случае АБ, ЦБ и Ферзь Ж5 здесь выясняется, что белые не хотят взять Ферзем. Естественно, не подставлять же Ферзя под бой. Поэтому черные могут сыграть Х6 и предложить белым лаконство на Х7. В результате чего белые просто теряют Ферзя. Поэтому после слона Д7 белым не нужно заниматься этим. Они играют конь Е5. Ход выигрывает вдвойне от того, что еще и слон на Д7 подставился под удар белого коня. Здесь, естественно, последовал ход конь Д5. Хотя я изучал также ход ладья А6. Но он настолько сам по себе смотрится невзрачно. Здесь белые могут отыграть пешку разменом на Б5, разметом на Д7 и Ферзь идет на Ж5. Но мне кажется, с идейной точки зрения еще сильнее простая рокировка. Дело в том, что расположение черных настолько некрасивое, что оно не может не сказаться. Не исключено, кстати, что конь с А3 может перебраться в центр. После Е4 конь С2 и пошел вперед. А последовало на конь Е5, последовал конь Д5. Вполне разумный ход. Правда, он позволяет белым захватить пешкинг в центр. В Е4 конь пошел на Б4. Это самое точное продолжение. Теперь конь готов в любой момент выскочить на Д3. Например, здесь в очередной раз не проходила та самая идея с двойным ударом. Вот я показываю вариант. И теперь на Ферзь G5 следует пренеприятнейший шаг на Д3. Разумеется, это детская ловушка, незаслуживающее обсуждение. Анан сыграл правильно. 2-0. Теперь белый готов уже к активным действиям центра. И черные также сыграли 2-0. Вот здесь уже на каждом ходу надо смотреть прорыв Д5. Дело в том, что, естественно, слон на Ж2 грозное каталонское оружие ждет своего часа, чтобы огорчить и ладью А8, может быть, пункт Ф7. В общем, много идей. Судя по всему, здесь сразу был возможен ход Д5, но я не буду уж вам показывать некоторые варианты. Ход ладья ФД1 ничего не кортит, потому что от хода Д5 фактически нет толковой защиты. Я во время онлайна, мне казалось, что надо черным было играть ферзь Е7 с идеей такой, что теперь на ход Д5. Если сыграть Д5, то после ЕД выясняется, что черные успешно развиваются, потому что белый конь под боем. Белый вынужден меняться на Д7, конь Д7, черный удачно раскручивается. Но после ферзь Е7 я обнаружил, что белые могут сыграть по-простецки. Просто конь Д7 сразу. Теперь брать конем нельзя, потому что под боем пешка Б5. Теряется весь смысл в конструкции черных. Приходится брать ферзем. Вот в этом беда. И здесь играем Д5. То есть все-таки слон с Ж2 выходит на волю. И не помогает связка ладья Д8 ввиду того, что белые удаляют ферзя центральной вертикали и при этом нападают на ладью Д8. И вот здесь, в этом положении у черных довольно сложная игра. Им очень трудно раскрутиться без потерь. А на ход конь Д3 нашелся интересный подрыв в Б3. В общем, здесь довольно сложные варианты, которые, на мой взгляд, в пользу белых. А веселин здесь сыграл слон Е8. Ход вполне логичный. Я, в общем-то, напрасно, наверное, ругал его во время партии. Ход, видимо, неплохой. Во всяком случае, слон ушел из-под боя. И все-таки он продолжает защищать пешку Б5. А пока пешка Б5 стоит на месте, значит и конь на А3 скучает. Ну, Д5 последовало. Разумеется, белым надо, что называется, рвать и метать. Теперь все размены на Д5 ведут к худшим позициям для черных. Я не буду показывать варианты. Здесь они довольно длинные. Ферзь Д6 ход, я думаю, идейный. То есть задача черных – добиться разменов при пешке на Е4, чтобы слон на Ж2 остался стесненным. Анант играет в высшей степени идейно. Взятие на С6 давало все-таки белым некоторый перевес, но это было именно синица в руках. А вот он погнался за журавлем. Ходом конь Ж4. Сохраняет давление в центре и угрожает ход Е5. Ферзь С5 ответный.